Подводя итоги 2017 года, в сфере трудоустройства и безработицы средние заработные платы отмечают резкую смену обстоятельств в году 2018. 2018 год это была проблема обеспечить полную занятость на предприятии, вместо директорским корпусом. Людей занять работа. Год проходит. Год всего лишь прошел. В 2018 год под тем тенденциям на рынке труда, которые имеются, стоит новый вызов. Для того, чтобы обеспечить нормальный экономический рост и выпуск продукции на наши предприятия, уже не хватает специалистов. То есть вот вам 2018 год кардинально надо будет решать вопрос, ну скажем так, резкого, не резкого, но повышения уровня заработной платы. Для того, чтобы специалисты пришли на наши предприятия. Это будет основная задача на 2018 год. В уходящем году большим плюсом видят работу по канализации Белявщины, а также улучшение состояния грунтовых дорог. В целом же качество дорожного покрытия в городе остается по-прежнему актуальной проблемой. Предварительно согласовано с Анатолием Васильевичем Лисом, нашим губернатором, возможность финансирования улицы Бреской следующего участка, расширение до четырех полос. Это будет участок от Корбута до улицы Революционной. Один участок вот этот. Вот это вот пока мы это видим. Ну и конечно же надо по улице Ленина продолжать. Есть мысли и с дворовыми территориями, надо поразбираться. В наведение порядка на дворовых территориях планируется установка заглубленных контейнеров для сбора мусора. Пора уже заканчивать с этим колхозом, когда мы выносим эти пакеты к мусорным машинам. Вот сегодня, завтра там где-то начинают функционировать эти машины уже. Значит нам еще там надо деньги найти, закончить эту тематику. Мы хотим поработать в частном секторе, чтобы контейнера вот людям купить и поставить каждый. Но это все время, мы не можем с уверенностью говорить. В этом же году начал свою работу проект по установке регуляторов дистанционного съема информации в жилых домах. Его аналогов еще нет ни в области, ни в стране. Положили туда миллион сто денег, да, Геннадий Васильевич? Миллион сто денег, по старому 11 миллиардов. Но мы бюджет сэкономим до 10% денег. В домах, в наших домах многоэтажных, станет более комфортно. Не надо будет там где-то открывать форточки, не надо будет звонить. У меня там не хватает температуры в одной из комнат. Вот эти системы позволяют. Но они для многих незаметны. Люди почувствуют, горожане почувствуют в ближайшее время, мы в этом году тоже, в 2018 году, этот крупный тоже будет, проект продолжим. И горожане наши почувствуют о том, что жировки, несмотря на то, что, может быть, будут там тарифы расти, но суммы уплаченных будут оставаться, я думаю, на месте. Знаковым для города и региона стало открытие ангиографической операционной. Если сейчас она работает в режиме диагностики, то в следующем году уже в полную силу. Затрачена большая сумма денег из областного бюджета для того, чтобы закупить все оснащение. На сегодняшний день мы проводим там уже различные манипуляции, но они пока носят диагностический характер. Начиная с января месяца. Это будет уже полноценная работа ангиографической операционной, где будут проводиться рентгеновоскулярные исследования и операции. Что нам это даст? Это даст нам возможность сохранить человеческие жизни. Просто языком обывателя. Ложат пациента, делают снимок, смотрят, где находится тромб. Тромб извлекают, дают шанс на жизнь. Хотя, если бы этого не сделали, шанса на жизнь у этого человека бы не было. Поэтому, если брать статистику, у нас в городе в основном идет смертность как среди трудоспособного, так и среди нетрудоспособного населения на первом месте. То онкология, то заболевания сердечно-сосудистой системы. Поэтому это нам позволит улучшить качество жизни наших венчан. Среди планов на капитальное вложение в строительстве – это поликлиника в западном микрорайоне. Разработан проект этой будущей поликлиники. На этой неделе будут торги, даже уже на выбор подрядчика. Мы начнем в следующем году. Начнем. Как мы… У нас за год навряд ли получится там везти. Хотя, может, какую-то очередь одной введем. Но 2019-2020 год мы это значит, что это сделаем. Здесь же одной из главных задач стоит начало строительства и детского садика в крупном микрорайоне Радужный. Детский садик стоит 8,3 миллиона рублей. Это 83 миллиарда старыми. Значит, в инвест-программе Брестской области, то есть наш бюджет не потянет это, значит, заложено начало строительства, вернее, начало финансирования этого объекта четвертый квартал следующего года. Значит, мы буквально в январе-феврале месяце уже будем объявлять тендер на выбор строительной организации. Мы не будем ждать четвертого квартала, я думаю, предполагаю, и буду настраиваться на это и сам, и своих помощников, заместителей, чтобы приступить в начале лета, где-то в мае, то есть к подготовке площадки, фундамент, а потом будем, так сказать, бизнес-планы под руки, ездить по кабинетам деньги выбивать, просить, чтобы там профинансировать. Но реально, реально надо понимать, там срок строительства, Геннадий Алексеевич, Полтора года. Значит, 19-20-е, скорее всего, 20-е. Не осталась незамеченной культурная жизнь Пинска. В частности, возрождение фестиваля «Зори над Пиной», празднование юбилея города и развитие туризма. В этом году у нас было больше всего приезжих – это россияне. Иностранцев у нас было меньше, россиян было почти две тысячи, иностранцев было где-то полутора тысяч, но мы стараемся, мы работаем. И есть программа «Беларусь гостеприимная», которая совместно разработана и с полком, и советом депутатов, где по пунктам написано, что мы будем делать. Даже тот же туристический теплоход, который курсировал и, поверьте, что пользовался спросом у россиян, это тоже говорит о том, что мы на правильном пути. Детальное подведение итогов состоится на расширенном заседании Пинского городского исполнительного комитета с участием актива хозяйственных кадров города в январе 2018 года.